Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о книге Джона Богла «Руководство разумного инвестора». Единственный надежный способ инвестировать на рынке ценных бумаг. Эта книга на русском языке вышла в 2010 году, тогда же я ее и прочитал. И начнем этот отзыв, обзор, называйте это как хотите, скорее я бы назвал это разговором об этой книге, потому что здесь вначале мы остановимся собственно на том, о чем пишет автор, а потом взглянем на это с точки зрения тех событий, которые произошли относительно недавно, ну по сравнению с 2010 годом. И подумаем о том, стоит ли доверять книгам таких авторов. Но это будет ближе уже к концу этого видео. Итак, оглавление. Введение. Глава первая – притча. Глава вторая – рациональное изобилие. Глава третья – свяжите свою судьбу с бизнесом. Глава четвертая – почему большинство инвесторов теряют деньги вместо того, чтобы их зарабатывать. Глава пятая – великое заблуждение. Глава шестая – налоги обходятся дорого, дороже, чем вы думали. Глава седьмая – когда наступят трудные времена. Глава восьмая – выбор долгосрочной эффективности. Глава девятая – победители вчера, проигравшие завтра. Глава десятая – хотите совет насчет выбора фондов? Знак вопроса. Глава одиннадцатая – сфокусируйтесь на фондах с минимальными затратами. Глава двенадцатая – все гениальное, просто и прибыльно. Глава тринадцатая – облигационные паевые фонды и фонды денежного рынка. Глава четырнадцатая – индексные фонды, которые обещают переиграть рынок. Глава пятнадцатая – торгуемый индексный фонд. Глава шестнадцатая – что бы сказал об индексировании Бенджамин Грэхэм. Глава семнадцатая – непоколебимые правила простейшей арифметики. Глава восемнадцатая – что же мне делать теперь? Знак вопроса – предметный указатель. Поговорим немного о личности автора, то есть о Джоне Богли. В конце сороковых годов он был студентом у Пола Самюэльсона. Это один из значимых экономистов первой половины двадцатого века в Соединенных Штатах Америки. И обучаясь экономике у Самуэльсона, Джон Богл в какой-то момент пришел, ну возможно скорее всего сам Пол Самюэльсон разрабатывал эту теорию так называемого индексного инвестирования. То есть когда не надо покупать какие-то акции на бирже с целью того, чтобы угадать, какая из них больше вырастет. Или же не покупать акции для того, чтобы спекулировать ими, а купить индексный фонд. Например, акции, которые входят в S&P 500 или в индекс Доу Джонса в тех же самых пропорциях, которые есть у каждой из акций в этом индексе. Таким образом формируются индексные фонды. И Джон Богл, автор этой книги, по праву является отцом индексных фондов в Соединенных Штатах Америки. А поскольку в США эти индексные фонды появились раньше, чем по всему миру, то соответственно он является отцом всех индексных фондов. И Джон Богл первым организовал такой фонд компании «Авангард», что переводится как «Авангард» на русский язык, «Авангард СНП 500». Он привлек деньги в этот фонд, и этот фонд существует уже, по сути, более 70 лет. Но когда начинал этот фонд работать, его, ну скажем так, суммарная стоимость чистых активов составляла около 100 миллионов долларов. Сейчас она больше или около триллиона долларов. Или тут цифры сопоставимы. То есть там были миллионы долларов, а тут миллиарды и триллионы долларов через 70 лет. И по сути именно индексные фонды сейчас занимают подавляющее преимущество на фондовом рынке. Именно они инвестируют, покупают акции пропорционально тому количеству процентов, которые есть в индексе, и держат эти акции долгое время. И продают их только в тот момент, когда вес акции меняется в индексе, или акция исключается из индекса, и добавляется какая-то другая акция. Тогда они ту акцию, которую исключили из индекса, продают, а ту, которую включили, покупают. Тут я остановлюсь немножко, сделаю отступление от содержания этой книги. Дальше мы продолжим. Отступление заключается в чем? Что вот именно на предугадывании, какая акция будет исключена из индекса, а какая будет включена в индекс, работают другие фонды, активно управляемые. Или же обычные спекулянты, которые следят за фондовым рынком. Что они делают? Они прогнозируют, какая акция, а для добавления или исключения какой-то акции из индекса S&P 500, или Dow Jones, или других индексов, существуют требования к попаданию той или иной акции в индекс. Это капитализация, или это или капитализация, или прибыль компании, или какие-то другие финансовые показатели. Соответственно, анализируя эти показатели ретроспективно, по тем отчетам, которые компания выпускает, соответственно, можно предугадывать, предсказывать, какую акцию могут исключить, или какую акцию могут понизить в процентаже в индексном фонде. Например, был когда-то такой индексный фонд, как MSCI Russia. Вот там, для того, чтобы туда акция попала, из российских компаний, у нее капитализация должна была быть то ли 3, то ли 5 миллиардов долларов. То есть, соответственно, если мы пересчитываем, допустим, по курсу 70 рублей, как это было в тот момент, когда этот фонд существовал, то это мы получаем либо 350 миллиардов рублей, это если 5 миллиардов порога отсечения, либо 210 миллиардов рублей. Капитализация должна быть у той компании, которая претендует на вхождение в индекс MSCI Russia. Соответственно, и наоборот, у той компании, у которой капитализация понижается ниже этого порога, она попадает в индекс на пересмотр, в список на пересмотр. Соответственно, те компании, которые попадают в список на пересмотр, их можно заранее начать продавать, если у кого-то они есть, ожидая то, что если эту компанию исключат из индекса, значит и индексные фонды, выдужденные будут эту компанию продавать, это будет навес акций на рынке, и, соответственно, цена упадет. Из-за того, что индексные фонды будут продавать Но можно предугадать эти движения Так, например, есть отдельные фонды, они называются хедж-фондами Они торгуют такую стратегию Они собирают watch list, то есть список, за которыми они будут следить Туда-втуда они включают акции, которые близки по параметрам, чтобы их добавили в индекс В тот или иной индекс И, соответственно, эти хедж-фонды покупают эти акции С надеждой на быстрый заработок То есть они их покупают на предвосхищении попадания в индекс А продают в тот момент, когда попадание в индекс уже было анонсировано Таким образом они зарабатывают за короткий срок Ну буквально за 3-6 месяцев какую-то доходность, допустим 10-15% на вот этой торговле Но торгуя таким образом часто Опять же, там сидят хорошие специалисты, аналитики и так далее Они получают достаточно большую доходность и делают доходность больше, чем рыночная доходность Это такое отступление, чтобы понимать немножко вот эту подковерную структуру этих фондов И далее я возвращаюсь уже, собственно, к этой книге К ее наполнению, к ее содержанию, собственно Вот это открытие, которое совершил Джон Богл в начале 50-х годов 20-го века Он решил преобразовать это именно в фонд И начал покупать, он стал там управляющим этим фондом И его самое главное достижение было в том, что он создал фонд с самыми маленькими комиссиями Что такое комиссия этих фондов? Это тот процент, например, 1%, 1,5%, 2, 3, 5% в зависимости от того, как написано в документации к этому фонду Сколько фонд берет в год, каждый год, сколько он берет от стоимости чистых активов фонда Например, если в фонде 1 миллиард долларов чистых активов, а комиссия составляет 5%, то каждый год этот фонд забирает 5% от стоимости чистых активов То есть от 1 миллиарда 5% это 50 миллионов долларов И тратит эти деньги на свою деятельность То есть на оплату помещений, на оплату доступа к терминалам Bloomberg и так далее Для оплату труда трейдеров, оплату труда управляющих и так далее То есть все вот эти расходы фондов оплачиваются из этой комиссии Джон Богл говорит, что 5% это очень много для индексных фондов И он предлагает, что мы будем брать в фондах не 5%, а 0,85% Если у нас стоимость чистых активов 1 миллиард, то 0,85% это будет 8,5 миллионов Сравните, 8,5 миллионов и 50 миллионов Соответственно, этот фонд и его расходы должны быть более эффективны, чем у того фонда, который берет себе за управление 5% Но кроме этого, у фондов существуют другие комиссии Когда вы покупаете пай У нас они называются паевые инвестиционные фонды У них они называются взаимные фонды Но по сути это одно и то же Так называемые коллективные инвестиции Когда вы покупаете этот пай этого фонда То вы платите комиссию фонду за покупку Например, у разных фондов может быть разная комиссия за покупку Если вы принесли 100 тысяч Давайте в рублях считать 100 тысяч рублей в такой фонд И пай стоит, допустим, 1 тысячу рублей Сейчас, опять же, цифра условная, поскольку так проще считать А комиссия фонда составляет за покупку, то есть за ввод денег в этот фонд 5% То, как это происходит Вы вначале берете Вы платите, переводите деньги 100 тысяч на счет фонда В управляющую компанию Итак, управляющая компания отщипывает себе 5% То есть 5 тысяч Остается 95 И на эти 95 она покупает вам пай по 1000 рублей То есть 95 паев Далее В зависимости, опять же, от условий работы этих фондов Вы, когда продаете Если вы, допустим, продаете раньше, чем через год То с вас еще 5% берут Допустим, цена пая подросла, допустим, до 2000 за год Опять же, условные цифры, чтобы было проще считать То, если вы продаете этот пай У вас 95 паев И вы продаете их по 2000 У вас, вроде бы, сумма 190 тысяч Но Вы платите 5% от этой суммы Как комиссию фонду То есть это сколько? 9,5 тысяч То есть вы заплатили 5000 при входе 9,5 тысяч при выходе Итого Вы на руки получили 180,5 тысяч Если бы этих комиссий не было То вы бы заработали Сколько? 100 тысяч А не 80,5 Можете на калькуляторе посчитать Используя эту логику То есть вы потеряли Почти 20% вашей доходности Что очень много Это Я вам привел пример Как вы теряете на входе и на выходе Но Еще есть один расход На самом деле Потери будут больше, чем Эти 20% Потому что при выходе Если вы выйдете раньше, чем в России Если вы выйдете раньше, чем Чем 3 года удержания То с вас еще возьбут подоходный налог В 13% То есть Там будет такой расчет 190 тысяч Это стоимость 95 паев По 2000 рублей за пай В конце Ближе к концу первого года То есть получается 190 тысяч Сумма, которая К погашению Так? Из этой суммы У вас вычитается Комиссия за вывод Средств В течение первого года Допустим 5% То есть это 9,5 тысяч Так? То есть 8,5 тысяч Это ваша грязная прибыль Из этой грязной прибыли У вас вычитается Еще 13% Подоходный налог Это сколько? 13 умножить на 8 Это 10 тысяч 400 рублей Ну округлим 10,5 тысяч То есть 80,5 тысяч Которые у вас там были Прибыль Минус еще 10,5 тысяч И получается Что вы заработали Всего 70 тысяч 70 тысяч Да? Обложили 100 Да 70 тысяч А если бы Вот этих всех Расходов не было То есть мы бы Продержали бы Три года И за эти три года У нас был бы Более кратный рост Опять же условно Но некоторые люди Думают по-другому Если им удалось В два раза увеличить За год Свои вложения То лучше забрать То что Вы Заработали за этот год И Уйти С рынка Полностью Обнулив Свои вложения И забрав эти деньги Получить это Наличными На руки Вот эту увесистую Пачку денег И потратить их На что-то На себя И так далее Чем держать еще Допустим Два года Не знаю Что будет Через эти два года И как Какая будет ситуация Есть и Такой путь В инвестициях Немножко я Затянуто Объяснил То что Богл объясняет В своей Вот этой тонкой книжке Сейчас я Найду Графики И мы Продолжим дальше Вот такой график Приводит Джон Богл В своей книге Это индексный фонд С низкими комиссиями Это обычный фонд С высокими комиссиями И Что он Говорит Что у нас есть Валовый доход То есть То что мы бы Получили Если бы не было Ни налогов Ни комиссии Доход до выплаты Налогов Доход после выплаты Налогов И реальный доход Реальный доход У нас помечен Темно-серым цветом Вот Посмотрите Для индексных фондов Это Пять тысяч Сто Долларов А для Обычных фондов Вот этот маленький столбец Сейчас я посмотрю Сколько здесь Полторы тысячи Долларов То есть Разница В Более чем В три раза И Это Это За Десять лет Поскольку я вам Уже выше Рассказывал Как это работает То есть Фонд Из стоимости Чистых активов Каждый год Отжирает себе Небольшую комиссию И Вся книга Практически Держится Вот именно На этой мысли То есть Сокращайте расходы Сокращайте расходы А Какие расходы Если мы берем Не фонды Если мы берем Если человек Сам покупает Акции на бирже То какие у него будут Расходы Расходы Это комиссия брокера Комиссия биржи Плюс еще Некоторые брокеры Берут Какую-то комиссию От стоимости Активов Клиента На конец года Или конец месяца Или Еще дополнительно Берут Плату за Депозитарное обслуживание И так далее Все вот эти комиссии Они уменьшают Доходность Инвестора Но поскольку Мы сейчас Разговариваем О взаимных фондах С точки зрения Джона Богла То Возвращаясь К его книге Можно сказать Что Для Его времени Эта книга Была Прорывом Эта теория Была прорывом Хорошо Что у него Получилось Найти Людей Которые Дали ему Первые Вот эти деньги Первые Дали на то Чтобы этот фонд Запустить Но одновременно Он В своем Вангарде Вангард Это управляющая Компания Открывал И другие фонды Потому что Сам индексный фонд Особенно при Стоимости чистых Активов В 100 миллионов долларов Он Не зарабатывал Много денег А Расходы были То есть Расходы на управляющих Расходы на Трейдеров Расходы на Офис На программное Обеспечение Компьютер И так далее Ну когда они Появились Потому что В 50-х годах Пока еще Компьютеров не было Для оторговли И Соответственно Он был вынужден В своей компании Вот этой Вангард Открывать И активно Управляемые фонды И с помощью этих Активно Управляемых фондов Финансировать Индексный фонд Потому что Комиссии были В управляемых Фондах выше Но Спустя годы Он проработал Этот Богл Проработал Управляющим Фонда Вангард 40 лет Где-то до Середины 90-х годов Сейчас я скажу До 96-го года Он был Управляющим Этого фонда И Соответственно Приобрел себе Имя Именно В Этих В создании Этих Индексных фондов И их управления После него Уже Когда он открыл Свой первый фонд Появились И другие фонды Люди Уже знали Что почем Почему Как И так далее Но Как я Говорил В самом Начале Есть И ложка Дегтя В этом В том Что Мы Обычные люди Несмотря на то Что есть Отчетность Этих фондов Несмотря на то Что они выкладывают Сколько акций Каких компаний Они держат У себя И так далее Все равно Есть Сомнения В том Что Эти фонды Не дают То есть Они допустим Купили Эти акции А Действительно Ли они Их держат Или Они Их дают В залог Чтобы Кто-то Мог их Продать И дополнительно Еще этим С помощью этого Заработать А если Кто-то Допустим Какой-то фонд Дал Купил Допустим Акцию Компании А По 10 долларов Тут же Отдал ее В залог И кто-то Эту акцию Продал То соответственно И будет еще Хоть третий человек Который Эту акцию Купил А не получится Ли так Что вот эти Цепочки Покупки И продажи То есть Фонд Купил Акцию Отдал В залог Первой Компании Эта компания Продала Второй Компании Эта вторая Компания Снова Заложила И так далее По цепочке И получается Так что Одна акция Была куплена И заложена Много-много-много Раз Не приведет Ли это в какой-то Момент К обрушению Этой Всей пирамиды И Обрушению Вообще всего Фондового рынка Ну прежде всего В Америке Потому что мы видели Как Казалось бы Проблемы с ипотекой В Америке В 2007 году Они Практически Смыли И банки Многие банки Нуждались В поддержке Правительства США Это первый вопрос И второй вопрос Это То что Случилось В 22 году Когда заблокировали Ввели санкции На российские активы И заблокировали 320 Или там 350 миллиардов долларов Именно в Американском Конторе В европейском Конторе Денежном И не отдавали Эти деньги Обратно в Россию Подорвало Доверие К Американской Финансовой Системе В этот момент Это другой Больной вопрос Который Соответственно В этой книге Этого не может Обсуждаться Но держать Это в памяти О том Что Иностранцам Нужно быть Аккуратными При покупке Бумаг Которые находятся В зарубежном Финансовом контуре Не важно Где Это Европа Это Америка Это Азия И так далее Потому что Законы Тех стран Могут В любой момент Обернуться Против Этих Иностранных Покупателей На этом Мы закончим Обзор Этой книги Чуть попозже Выйдет Обзор Более толстого Фундаментального В кавычках Потому что Объясню Почему в кавычках Фундаментального Труда Не верьте цифрам Того же Джона Богла Я благодарю вас За внимание Спасибо что досмотрели До конца Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите ваши комментарии С критикой Все приветствуется И До новых Встреч